Мы можем представлять себе, что происходит в странах, где диктатуры и где лидеров с деменцией не показывают в прямом эфире, но это на деменции у них или что-нибудь такое. Или не обязательно деменция, а просто, скажем, альтернативность существует. Вот тогда как? А тогда как? Тогда риски больше. В чем была проблема России, когда был жив Путин? В том, что американцы прекрасно знали. Но не только они, еще пара-тройка стран с очень хорошими спецслужбами. Что у Путина серьезные ментальные проблемы. Они знали. Причем по двум причинам. Какие? Сейчас расскажу. Во-первых, у него была тяжелая форма рака, очень тяжелая и, в общем, неизлечимая. Это, в конечном счете, его и привело в могилу. У него был Паркинсон. Ну, Паркинсон, в отличие от Альцгеймера, собственно, не отражается на ментальных способностях. Но у него было шизоаффективное расстройство личности, которое он довольно умело годы скрывал. Но у него был поставлен, я подчеркиваю, медицинский диагноз. Медицинский. То есть он был чокнутый не просто в обиходном значении этого термина. Как мы часто покачиваем пальцем у виска и говорим о том или ином человеке. Нет, у него был медицинский диагноз. И американцы, по крайней мере, и израильтяне совершенно точно. Вероятно, британцы, а может быть кто-то еще, об этом знали. Теперь представьте себе, что такой человек возглавляет страну с немаленьким ядерным арсеналом. И у него рука периодически тянется. Ну, левая, правая, он уже ни на что нажимать не мог. Оно у него висело чаще всего плетью. Ему пришлось прикладывать незаурядные усилия, чтобы демонстрировать, что у него правая рука еще в рабочем состоянии. Это было следствие, кстати, Паркинсона. Что он может нажать на эту пресловутую красную кнопку. Что вы делаете? Вы стараетесь его не раздражать. И так строилась американская политика. Она строилась так, по крайней мере, два года. Даже два, да, без малого два года. Потому что после смерти Путина они получили уверение от правящей нынешней группировки Российской Федерации, что ядерное оружие никто использовать не собирается. Они это прекрасно знают. Поэтому они, знаете, с легким пренебрежением, заслуживающим, действительно, ну, заслуживают, как того заслуживать ситуацию, относятся к заявлениям, как называемого Путина, о пересмотре ядерной доктрины и тому подобное. Они знают, что этого не будет. Что это правило игры. Вот вы заявили о пересмотре ядерной доктрины, мы говорим о том, что мы нам интересуем, мы НАТО, свои ядерные арсеналы. Окей, мы обменялись заявлениями. Из этого практически ничего не следует. Но сейчас ограничение у них другое. У них ограничение институциональное и геополитическое, понимаете? Да, Путина нет, но сохраняется Россия. И они очень боятся ее распада. Они чрезвычайно боятся. Чрезвычайно боятся кризиса. Кризис здесь неизбежен. Кстати, из кризиса вовсе не следует распад Российской Федерации. Скорее всего, даже, я бы сказал, наверняка его не будет. Но, как вам скажет любой западный аналитик, работающий именно на государство, а не пишущий в журналах, да, и работающий в академических центрах, что, знаете, мы рассматриваем потенциальные угрозы как реальные. Нас не интересует намерение сторон. Помните знаменитую фразу Бисмарка? Нас интересует потенциал. Мы относимся к этому архисерьезно. Поэтому мы не хотим создавать ситуацию, при которой Россия впадет в самоубийственный кризис. Потому что это будет самоубийство для Европы, возможно. Да, поэтому, конечно, все это берется в учет. Они смотрят, поэтому, со страхом на Ким Чен Ина, значит, на визит так называемого Путина. Хотя знают, что там ничего такого сверхъестественного не произошло. Ну да, Россия пообещала оснастить, точнее, передать Северной Корее новые технологии ракетные. Относительно новые. На самом деле они не являются архиеновыми. А другое дело, что это следует из знаменитой, так сказать, поговорке, точнее, расхожей фразе. Обещать не значит жениться. Потому что российская сторона попросила корейцев. Вот вы нам боеперепасы здесь и сейчас. А мы вам технологии потом. И на это есть серьезные причины, они объясняют. На документацию надо перевести на корейский язык. Значит, надо все адаптировать. Нам же непонятно, что мы вам можем передать, а что не будем. Поэтому вот когда-то, когда мы все подготовим, мы вам, конечно, эти ядерные технологии, ракетные. Некоторые ядерные, некоторые технологии мы вам передадим. Но это технология, это передача, это не передача боеприпасов. Боеприпасы вы берете и завозите. Это одна логистика. А вот передача технологий – это другой вопрос. Действительно, стратегический. Поэтому российская сторона рассчитывает, что она получит свои искомые миллионы снарядов, а взамен ничего не даст. Вы думаете, что американцы об этом не знают и не догадываются? Ну, прекрасно они знают и догадываются об этом. Прекрасно. Ну, а кто еще может укразать миру? Вот сейчас. Да никто. Ну, был Саддам Хусейн. Его объявили угрозой миру. Было движение «Талибан». Не к ночи, будь помянут. Оно все у нас еще по разряду запрещенных проходит. Вот. Я думаю, скоро. Судя по тому, что делегация была на Петербургском экономическом форуме, будет вполне себе легализована в Российской Федерации. Ну, кто еще? Иран. Иран. Да, Иран – это проблема. Это действительно так. Это проблема. Но это проблема не диктатора. Это проблема коллективного руководства. И это проблема идеологии. В этом смысле Иран больше похож на Советский Союз, чем на сегодняшнюю Российскую Федерацию. Ну, и, кстати, Ирану тоже Россия помогла во владении ядерными технологиями. Иранцы сделали ядерную бомбу. Они сделали. Она у них есть. Другое дело, что ее надо испытать, надо все тестировать. И это, кстати, тоже не вопрос месяца, это вопрос лет. Ну, а плюс потом наладить производство этих бомб. Потому что если у вас одна бомба, ну, замечательно, вы можете на нее молиться сколько угодно. Но она не меняет стратегического баланса. Ну, Россия им помогла, да. Вот Иран – это проблема. Ну, Китай. В Китае институционализированное руководство. Ну, более или менее, более или менее. По крайней мере, так надеются. Ну, посмотрим, куда, правда, заведет нынешний китайский лидер Китая, в том числе в геополитическом отношении. Поэтому все это они, в общем, учитывают, риски пытаются просчитать. С моей точки зрения, в случае с Россией, они сейчас риски здорово преувеличивают. Но это их оценки. Они имеют полное право на такую оценку, безусловно. Юлия. Смотрите, вот вы как раз сказали насчет Китая. И я хотела обсудить с вами новость. Но это не новость, а скорее предлог для обсуждения, который меня сегодня чрезвычайно поразило. Я не знаю, видели ли вы и видели наши слушатели, но сегодня было фантастическое видео, в котором было показано, как китайцы пытались запустить ракету. Вернее, они ее испытывали. Это была частная компания. Она называется Space Pioneer. И они должны были тестировать наземный прожиг первой ступени ракеты, которая называется Тянь-Лун. И вместо того, чтобы, значит, она была плохо закреплена, и вместо того, чтобы просто на стартовом столе отработать, она взяла и полетела. Ну, естественно, немножко поднялась, поскольку, понятное дело, это был тестовый прожиг. Она была на это не рассчитана. После этого она благополучно упала. Тоже по уже сложившейся китайской традиции, вблизи гостонаселенных мест все это происходило. И по этому поводу люди начали глубоко ржать. А я пошла и посмотрела. И увидела, что, во-первых, это Space Pioneer, это частная компания, обращая внимание на что, частная. Во-вторых, она была основана в 2019 году. А вот разрабатывать эту самую Тянь-Лун-3, точнее, получила деньги на ее разработку. Она провела первый раунд. И она собрала... Причем она была основана буквально 14 миллионов долларов. И вот эту ракету, которую она сегодня, не рассчитывая на это, запустила. Она не рассчитывала, конечно, запустить ракету. Она начала, получила деньги 11 месяцев. То есть просто если вспомнить, сколько Россия пыталась запустить Ангару, я не помню сейчас, в каком виде Ангара летает и в каком она вообще состоянии. То есть это скорости, несравнимые даже с Илоном Маском. И у меня как-то мало сомнений, что через год мы увидим эту ракету. И более того, я напоминаю, что это была не просто ракета, а это была ракета, первая ступень, которая будет садиться обратно. Ну, точно так же, как у Илона Маска. Вот вы сказали по поводу перспектив развития китайской экономики. Вам не кажется, что это вообще фантастика? Что это, ну вот, такого даже в Америке нет. Ну, нет в Америке чего-то, как многого нет в Китае. Что касается перспектив китайской экономики, Юлия, я больше доверяю, честно вам скажу, не встроенным наблюдениям, пусть даже очень ярким, импрессионистским, и не докладам экономистов, которые заинтересованы в том, чтобы Китай продолжали эти инвестиции, поток которых сокращается, я больше доверяю тем аналитикам, на прогнозы которых я опираюсь, и прогнозы которых, в общем, оказываются точными. Это чрезвычайно важно. Да, Китай ожидает серьезнейший кризис с колоссальными последствиями для мировой экономики, для глобальной экономики. Что будет в этот момент происходить с передовыми научно-техническими разработками, Юль? Я не вхожу в выяснение механизма. Меня, честно говоря, знаете, как человека, не очень ускушенного в экономике, механизм не интересует. Меня интересует следствие в данном случае. Если бы мы с вами рассуждали о Византийщине, мы бы с вами поговорили, наверное, с большим интересом и знанием дела о механизмах. А в данном случае речь идет исключительно о том, что экономика, экономику Китая ожидает очень серьезные проблемы, более чем серьезной сцепной реакции, по-настоящему сцепной реакции. Поэтому их технические разработки – это замечательно. Можно ли их будет использовать в рамках кризисной экономики? Какие будут задачи, какая будет повестка у Китая в будущем? Это все открытые вопросы. Способны ли китайцы к такому технологическому рывку, точнее даже не к рывку, а к лидерству, технологическому лидерству на подобие американского? Это все остается еще открытым вопросом. У представителей НАТО, цитирую британскую The Times, есть серьезное подозрение, что Россия могла заминировать критически важную подводную инфраструктуру ЕС в Северном море. Как заговорится в расследовании газеты, я цитирую сообщение, опасения основаны на данных, полученных от компании, управляющей нефтяными и газо- и буровыми установками, и так далее, и так далее. А вот что вы об этом скажете? Я считаю, что это вполне вероятно. Это один из методов военных действий. Это один из методов военных действий, и он не может не использоваться. В общем, жалобы на то, что Россия способна наносить удары, наносить ущерб тому, что находятся под водой, уже были давно. Я считаю, что это вполне возможно на тот случай, на тот случай, который может возникнуть. Как это там называется? Кризисная ситуация в мирное время. Начало глобального конфликта. Это больше уже, чем гибридная война, понимаете? Одно дело там совершить несколько диверсий, другое дело обрушить всю систему. Это уже шаг, конечно, к глобальной войне. Надо отдавать себе в этом отчет. Гибридная война – это когда вы взрываете склады, когда вы нарушаете логистику наземную, что происходит. Когда система GPS в Южной Балтике перестает работать. Когда подают сайты банковских и государственных учреждений. Когда ваши тролли начинают агитировать на выборы в той или иной стране в пользу той партии, которая занимает, скажем, если не пророссийскую, то антиукраинскую позицию. Или сдержанную по отношению к украинцам. Вот это, да, все это инструменты гибридной войны. Но то, о чем мы сейчас с вами говорим, это обрушение критической инфраструктуры Запада в целом. И Запад, в данном случае, я бы сказал, что здесь зеркальное отражение того, что в концепции безопасности России заложено условия, при которых можно применять ядерное оружие. Ну вот такие же условия для Запада бы возникли. Поэтому пригрозить этим можно, создать это можно, нужно использовать это, ну, значит, вы тогда должны сказать, что да, мы начинаем ядерную войну с Западом, глобальную. Это не население тактических ядерных ударов по территории Украины. Это просто начало открытой войны на уничтожение с Западом. На это в России никто, в российском руководстве никто не готов пойти. Это совершенно точно. А вот Путин покойный мог пойти. Он порывался несколько раз. Несколько раз порывался. Я уже говорил, что в марте 22-го года он был на волосок от этого. Ну, что сделаешь? Тогда ему, по счастью, для нас не повезло. Нашлись люди, которые заблокировали. Выбор во Франции. Чем кончится? Вы знаете, я могу сказать, не больше, чем, наверное, любой наблюдатель. Ну, вот социология покажет, чем закончится. Показывает, чем закончится выбор. Я не знаю, что она на сегодняшний... Вот сейчас, что социология говорит. Ну, она предрекает высокие цифры, Лепен. Но самое интересное, это то, что владельцы в центре Парижа начинают закрыть окна, потому что они считают, что после этого антифа и вся вот эта вот левота, она побежит, ну, побежит высказывать свое недовольство, скажем так. Ну, что ж, это вполне вероятно, потому что все, кто не нравится левым либералам, с их точки зрения, это фашисты. Ну, мы же с вами хорошо знаем. Они используют стихоматизирующие определения. Мы с вами точно фашисты. Даже кот-голос был фашист. Он же ни разу не отобрал интернет-переход в три года. Так, конечно, никаких сомнений в этом нет. Ну, если победит национальное объединение, шансы на это хороши у него. И оно сформирует свой кабинет. Ну, по крайней мере, политика Франции по отношению к Украине совершенно точно изменится. Не сразу, но в общем целом изменится. И я думаю, что это повлияет на политику в рамках НАТО и в рамках Евросоюза. Не может не повлиять. Это, кстати, вот помните, мы с вами вначале говорили, одна из причин, по которой украинская сторона публично стала говорить о том, что, ну, может быть, даже в этом году мы выйдем на мирное соглашение. Что надо использовать то окно, которое есть. Потому что дальше ситуация может начать ухудшаться. А вот, собственно, вот если можно, как раз я хотела перейти к переговорам, потому что я совершенно не понимаю, что творится, поскольку происходят самые разные разнонаправленные сигналы ящиков. Если можно, немножечко опишу. С одной стороны, укрыт достаточное количество оружия, чтобы оно оборонялось в ближайшие несколько месяцев. Ну, во-первых, через несколько месяцев это оружие кончится. А во-вторых, даже несмотря на наличие этого оружия, мы видим чрезвычайно неторопливое, чрезвычайно небыстрое. Но тем не менее, все-таки продвижение российской армии, или даже скорее не продвижение, а просто перемалывание кабами украинской обороны, которая как раз приводит к большим потерям среди ВСУ и достаточно небольшим потерям в России. И потом, значит, вот освободившийся участок, чуть-чуть промяв, занимают. Очень небыстро, но тем не менее неостановимо. А второе, мы видим, это вот некоторую эскалацию, особенно связанную, с одной стороны, с российскими ударами по городам, кабами, которые наносятся днем. Вот сейчас последний был удар в Харькове, по почте нанесли удар. А с другой стороны, вот этот вот Атамс, который летел в базу Бельбеки, попал по пляжу. А с третьей стороны, мы видим, что вот ровно после того, как был высказан мирный план Трампа, Зеленский поторопился сказать о переговорах. И у меня вот, вот с одной стороны, некоторая эскалация, с другой стороны, эти сигналы о переговорах. А с третьей стороны, еще очень важная вещь, которую, может быть, мы зря все это в кучу свалили, но, может быть, будем потихонечку распутывать. Это возобновившиеся обмены пленными. В 90 пленных обменяли. И потом, мне кажется, еще очень важный обмен, который был с помощью Папы организован, когда обменяли с обеих сторон религиозных деятелей. Третья, вчера он завершился. Вот, то есть, что происходит? Юль, да ничего необычного на самом деле. Это типичное для интенсивных военных конфликтов и тяжелых развитий ситуации. С одной стороны, вы давите, давите. Насколько вы вообще можете давить? Российская сторона давит, насколько она может. Причем в Генштабе прекрасно знают, что стратегического прорыва добиться не удастся. Ну, может быть, будем нажимать для того, чтобы к моменту выхода на мирные переговоры находиться как можно более на выгодных позициях. В общем, понятно. С другой стороны, вот эти жесты доброй воли, они показывают, что дорога для мирных переговоров не закрыта. А третья, кстати, ровно ту, а об этом уже свидетельствуют, допустим, слова Ермака и Кулеба. Но третья, самая важная, Юля, нет никакого понимания у сторон того, о чем же они будут договариваться. То есть, никакие предварительные условия, я подчеркиваю, не мира, а выхода на мирные консультации нет. Это очень важно понимать. Есть заявления, есть жесты мирной воли, доброй воли, но предварительной договоренности, предварительного взаимного понимания об условиях начала мирных консультаций нет. Ни с одной стороны, ни с другой. Более того, очень важно, что позиции сторон меняются в зависимости от изменения военной ситуации и внешнеполитической ситуации. Сейчас нет возможности в настоящий момент выйти на мирные консультации. Из-за того, что стороны не могут договориться о предмете этих мирных консультаций. Последний раз в мае российская сторона передала Украине свои предложения, предложения о мире. А украинская сторона, в общем, эти предложения отвергла как неприемлемые. Передавали их через западных, по-моему, западных посредников. Ну, впрочем, и западные посредники, они согласились с тем, что эти предложения вряд ли будут приемлемы для Украины. Посмотрим, что будет сейчас, Юля. Я не знаю. А какие были предложения? У предложения, на самом деле, вот помните, опять же, в начале нашей с вами беседы я говорил о том, что так называемый ультиматум, так называемого Путина нельзя воспринимать всерьез, потому что это требование большего, чтобы получить меньше. Меньше состоит в фиксации территориального статус-клубка. Это позиция группы Патрушева. Она сейчас выступает как потенциальный субъект переговоров от имени России. Она потенциальный ключевой субъект переговоров. Говорит, вот мы хотим зафиксировать статус-клубка, на этих условиях давайте договариваться. Для Украины это неприемлемо. По крайней мере, это было неприемлемо в мае. Я не думаю, что это приемлемо сейчас. Но, понимаете, вот все эти сигналы, которые посылаются, они не свидетельствуют о том, что есть что-то реальное. Есть намерение, что надо бы наконец к этому прийти. Но нет даже предварительной базы, предварительной платформы для начала мирных консультаций. Вот это очень важно понимать. Я бы сказал, что это ключевое в данном случае. Субтитры создавал DimaTorzok